всем добрый вечер кто собрался добрый вечер кто будет записи всем большущий привет я пока звук отключил но если будут какие-то вопросы смело включайте микрофончики задавайте вопросы естественно что пока в чище была запись я пока звуки выключу также ребята возможно будут провисание интернета у нас после урагана сейчас немножечко еще не совсем стабильно связь поэтому если вдруг какой-то будет подвис вы не сигнализируйте либо через чатик что я завис или микрофон включив сообщите что зависание произошло отвиснем и продолжим лучше что-нибудь перескажем еще разочек хотя с другой стороны ничего сложного нас сегодня не будет итак у нас с вами сегодня будет такое подготовительное скажем занятие перед нашими встречами связаны с мандалой символов это как раз элемент сегодня мы возьмем один символ и посмотрим на него с разных сторон посмотрим его как он на нас будет влиять понаблюдаем этот символ как он будет на нас влиять я вам даже предлагаю сейчас вот пока мы еще ничего не начали делать вот как бы так внутренним своим взором посмотрите какое ваше состояние какие мысли были вот мы встретились немножко пообщались уже сейчас какие были там может быть ощущения какие-то эмоции какие-то чувства юмор там что-то еще вот это все вот как бы так смотрите и после того как мы начнем погружаться в наш процесс с нашим символом одним из очень популярных международных символов практически уже наблюдайте как это будет вас новые нотки добавлять состоянии мыс мыслительные сферы какой-то эмоциональных каких-то моментов переливов может быть даже физические процесс какие-то могут активизироваться всегда вот эта троечка мы всегда не говорим 33 коня вот этих у нас гуляет тело душа и дух вот как раз и будет нас в разных формах возможно отражаться при работе с этим символом хотя конечно любой символ прежде всего это наша настройка на что-то свое внутреннее но есть одно такое даже не поверье не поверье наблюдение наблюдения но есть международные символы которые выработались веками как некая шпаргалка чтобы что-то не забыть наверно больше вот об этом сейчас такое время о котором много чего говорят такого разного но в принципе вызов такой очень хороший для всего человечества и человечество очень дружно вошло в какое-то испытание особое и это испытание ну похоже коснется практически большую часть населения планеты и все его по-разному проходят и вот как раз здесь на помощь где-то может быть даже не на помощь а как компас могут помочь какие-то моменты не растерять человеку какие-то древние наработки их слава богу очень много они самые разнообразные какие-то вам может быть даже известно но вот одна из сторон с которой мы хотели познакомить вас это символы символы которые но настолько простые тем более что большинство этих символов нередко ложатся в основу языковой письменности в иероглифы какие-то в какие-то знаки какие-то даже буквы могут быть какими-то этими символами как раз многие букварики для детишек они как раз часто апеллируют каким-то буковкам который трансформируется в какое-то живое существо или еще кого-то которое очень сайт тоже символично вот такой вот небольшой момент вступления ребят а символ сегодня будет очень простой птица простой такой символ птица мы будем сегодня с птицами работать но звучит конечно так это жестко немножко с птицами будем работать мы сейчас будет больше даже с ним будем общаться наблюдать смотреть вообще во всех элементах символических очень часто использовались вам это тоже всем известно циклы когда какой-то символ выводится в цикл и получается что этот символ превращается в украшение а украшение то что красит то что красит украшает красит красиво красиво красно живенько то что делает красоту она что-то вокруг себя распространяет это вещь которую давным давно заметили красота делает что-то красота спасет мир уже известная такая вещь и в принципе в любую красоту которую мы привносим в нашу жизнь она сразу как-то но что-то делает красивое если так совсем просто красота делать это красивое и притягивает соответственно такие же формы такие же эманации такие же вибрации в одном из произведений художественном трое из лесу может быть помните там была сценка такая где главный ведун прогуливался по деревушке и на одной из ручек избушки какой-то не увидел орнаментов и узоров и у него такие мысли прям озвучены интересные что вот надо будет сделать замечание хозяина вот этого жилища чтобы обязательно украсил и нету резьбы на окнах тоже непорядок ведь всякое зло может проникнуть в дом и начнет творить всякое злое а если будет что-то все красивое никакое зло не пройдет ни через дверь не через окошки вот тоже такая вот интересная вещь и как раз здесь вот как раз зашифровано с птицами обережное свойство узоров получается где-то вот так скользь сказал но эту важность поэтому мы и часто прибегаем сейчас к мандалическим да она как как концентрирует наше внимание что ли собирает его очень часто и в этом наверно одна из самых красивых форм того что заключается в круг и запускается в цикл в целом ребята любой цикл это вереница каких-то орнаментов вы их всегда видели какая-то цепочка какой-то поясочек орнаментов даже бусы обычно это тоже циклический символ цепочки какие-то разно узорные разно там сложно виды тоже какой-то цикл чаще всего спиралевидный всегда какой-то цикл он какой-то делает эффект многократный повтор своеобразный какой-то элемент он повторяется 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 то же самое в различных практиках разных культур используется и в словесных формах чтобы повторять 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 чтобы наш ум причесывать 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 может быть даже в такой форме здесь тоже наши глазки в этот символ 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 перед глазами пред глазами пред глазами и что-то с нами происходит что-то с нами происходит что-то с нами ну трансформируется наша мысль потихоньку постепенно и эта мысль трансформирующаяся начинает цеплять другие мысли которые как раз уже в резонансе совсем на другой волне это в принципе одно из действий красоты который мы сейчас и потренируемся с вами создавать сейчас я переключусь на стол надолго камеру отключу и переключусь одну лампочку надо выключить нам который мерцающая и начнем нам сейчас понадобится бумажка любая ребята бумажечка ой тут у нас красота уже есть некоторая доброго дня я опоздала ничего ольга доброго дня вот итак сейчас нам понадобится только листочек бумаги если есть циркуль здорово ребят тоже очень хорошо но пока пока даже циркуль не нужен просто листочек бумаги и какой-нибудь пишущий инструмент и так птица очень древний символ ребят встречается во всех культурах он смело можно его назвать международный символ это сниму который но везде мы абсолютно можем встретить в каждой культуре ни одна птица с таким особо высоким атрибутом один из элементов ребят птицы как раз это то что это существо может летать как бы если так взять простой даже вот такой вот вариант более такой скажем так уже вариантик некой как знаковой системы ребят то принципе любая птичка это туловище схематически я сейчас беру с такие упрощенные формы и вот скобочка вверх это один из один из самых действительно древних элементов такая птица которая парящая даже не важно орел это или чайка или еще кто-то просто сам принцип общий птичка вне нашей материи способны перемещаться выше и я где-то даже не раз говорил об этом что если брать строение древних о нашем мире то практически мы с вами живем в мире среднем под нами нижний мир над нами вверх это как раз вот высший мир высокий который как раз обладает свойствами совсем не материальными и птицы как раз туда вхожи как раз именно эти птички и являются посланниками с того мира в наш средний мир из верхнего мира разной информации они нам приносят вести приносит какие-то элементы скажем так свойств из того мира в наш мир и являются некими такими посредниками очень необычно и интересно как раз вот в пермском стиле есть такие очень красивые личики такой как бы смайлик например а в нее нас на смайлике птиченька такая тоже вот как бы получается что летающий смайлик такой вот своеобразный получается вот и получается что вот как раз не не редко некоторые древние культуры таким образом описывали душу человека который как раз перемещается так сейчас я возьму немножко другой на карандаш куда-то укатился вот да вот это более видимая видно больше и вот ребят здесь как раз есть такой элемент еще интересное что птицы в новое собрать нашу культуру у нас есть мифические птицы и есть птицы которые более такие скажем везде встречающиеся одна из этих птиц например петух петух который встречается уже не мифический товарищ хотя свойства у него очень необычные нет не надо будет спит он начнет возмущаться пусть спит в курятнике есть нас петух тоже простой символ практически если так его обозначать просто некая такая вот как своеобразный половничек небольшой такой вот и хвост распушенный даже вот этот символ как бы упрощенный можно сделать схематический но очень такой чет четенький такой вариант именно петуха и тут как раз символ пробуждения от тьмы один из символов разгона тьмы причем не только в нашей культуре и во многих европейских этносах тоже считается что это вот такой вестник распугивающий много плотной энергии вы знаете голубя тоже кстати вот голубь мира своеобразный символ но сейчас я его тоже так трансформируем немножко в более в простой форме которую с которой начал фактически сегодня но голубь еще взят у нас с вами и в православной культуре это как раз символ нисходящего духа духа святого который как раз входя в наш мир преобразует его и наполняет благодатью тоже священный символ и очень красивый находится практически под куполом любого храма в росписях именно голубь представлен тоже птица что 100 лена плохо видно да плохо видно сейчас секундочку навел немножечко будет чуть лучше сейчас лучше немножко девчонки да лучше ага лучше и сейчас как раз вот несколько таких символов мы возьмем начнем с ними работать как раз нужен будет нам циркуль и линеечка для этого чтобы их использовать я вам предлагаю сейчас один из самых простейших прототипов просто маленькая птичка это как маленький крестик но в котором одна из перекладинок это именно скобочка именно маленький такой вариант в котором просто еще кстати знак психологии очень похож своеобразный такой вот как раз вот этим значком сейчас мы с вами сделаем первый наш ободок и по мере того как мы будем вести этот ободочек вот из этого символа я вам еще кое-что расскажу чтобы так постепенно одновременно было что-то и появлялось одновременно и что тоже узнавалась новая сейчас можно сделать любой круг ребят здесь на на этом листочке где-то там от 10 сантиметров там до 15 в диаметре это может быть любая тарелка любая кружка любой может даже баночку обвести можно блюдце какое-то ввести небольшое если есть циркуль вас замечательно конечно можно просто циркулем сделать небольшой кружок здесь не надо строго следить за тем чтобы прям так было все очень так чётко-чётко-чётко просто какой-то круг нам сейчас понадобится чтобы по нему сейчас сделать некоторую работу сейчас сделать этот круг и после этого нужна будет либо линейка либо какой-то прямой предмет можно вместо линеечки использовать любую речку даже согнутую пополам бумагу и сейчас ли любой линеечка ребят приблизительно вот серединку находим можно абсолютно даже случайно найти не обязательно и проводим горизонтальную линию линию как горизонталь кто это делал через блюдца приблизительно ребят именно приблизительно чтобы так вот у вас была некая центральная зона вверх и низ вот таким образом формируем здесь если будет чуть больше какой-то сектор здесь это роли не играет вот и после этого сейчас начнем нашу основную вкладочку так сейчас я посмотрю может у меня будет более интенсивный тут без разницы какой инструмент пишущий и так ребят смотрите у вас есть начало вот с левой стороны и с правой стороны завершения образно говоря это будет нас все сторона с восхода на закат такой будет нас символ как раз и вот как раз сейчас вот маленькие вот эти вот элементы как вот птиченьки небольшие укладываем друг за дружкой то есть пошли птицы это как раз и будет тот цикл значок который сейчас использую давайте еще разочек я его покажу это вот небольшая совсем маленькая миллиметров 5 вот такая вертикальная линия и такая более приплюснутая скобочка то есть практически это пиктограмма маленькая пиктограмма птички но их много и вот потихонечку одна другая третье сколько у вас пометится там уже смотрите там не важно вот укладывайте эти вещи как раз являются одним из простых циклов мы пока его строго не вы вы не вымеряем доверяйте своей руке но будет там где-то между двумя птичками чуть больше расстояние чем между третьей птичкой ничего укладывайте и потихоньку вводим такую дополнительную информацию но когда же размышления человечество наблюдала давным-давно птиц даже если не не вторгаться не ни в какую особую высокоматериальную структуру все равно птицы умели летать человек летать не умел но при этом всегда хотелось то есть все равно уже даже наблюдение за объектом который делает то что не умеет человек уже будет какое-то особое такое и уважение и какое-то особое состояние мечты символ очень простой и вспомните свои детские моменты когда вы наблюдали за высоко высоко летящими птицами именно в детстве мы более так это на это смотрим чуть иначе чем взрослые когда вы видите дмитрий а мы а мы они летят клювом как по орбите или они все время хвостиком вниз хвостиком вниз а я их клювом по орбите направила тоже интересно но это будет другой цикл немножко движения до клювом по орбите а делать на весь круг или на половину нет вот ведь нос да да вот ими если вот от от скажем восхода заката вот это вот фаза вот еще один момент ребят который тоже вот но мы подробнее это будем рассматривать уже в мандале символов сами значения символов их тоже очень много и самой вот этой пиктограммы не ну скажем так не только вот такая будет сейчас у нас с вами пиктограммкой гораздо будет больше сейчас мы тоже будем увеличивать это количество но один из таких нюансов когда между на наших глазах появляется некая масса одного и того же символа постепенно но есть такая фаза ума когда он начинает немножечко ой да сколько же можно ли птиц рисовать елки-маталки уже невозможно этих птиц писать и вот какой такой легкий шум головы вот тоже наблюдайте если такой момент пойдет вот и спокойненько вот дальше вот этих птичек вот выкладывать и выкладывать и выкладывать и поглядывая на ваш ум как он там начинает немножечко веселиться и в какой-то момент тоже смотрите как будет исчезать этот эффект когда вот происходит некая такая тишина не тишина но какое-то спокойствие такое появляется вот сейчас вот пол круга я вам предлагаю заполнить этих птичек вот и сейчас пойдем дальше вот пока что настолько половинка это готово тоже приблизительно ребят из центра я вам предлагаю сейчас запустить вверх лучик но только вот именно вверх от серединки и все пока вот символическим сейчас делаем как бы такой вариант зенита вниз пока не опускаемся вот тоже пока вот так вот на два сегменте то разделяем вот и сейчас и в центре ребят в центре я предлагаю поставить маленькую точечку такую на чтобы вы увидели хорошенечко вот и вот теперь самый верх вот здесь вот взлет именно ощущение взлета небольшой кружочек такой чуть-чуть сначала сделаем круг маленький где-то с горошинку на нее сверху поставим треугольничек мы его потом превратим головушку вниз небольшой такой тоже как бы тот же треугольничек но только нижняя часть этого треугольничка то есть получается если из центра представить что есть треугольничек бы рос это было бы вот так вот но нам нужно только нижняя часть с маленького кружочка а в стороны в обе стороны точно так же мы запускаем вот эти две дуги в одну и другую друг другу некая такая развертка вот и начинаем делать небольшую гребеночку перышек снова делаем как такой распахивающийся такой символ вводящий нас в эту стаю своеобразно можно сделать два редко этих перышечек больших тоже пока вот клювом вверх если представить что этот эффект клюва вот именно клюв вверх птиц конечно вот я так начал немножечко ребят но голый петух да извести нам совушка тоже всегда мудрость не только в наших славянских преданиях но это мудрая птица многих народов и софия тоже мудрость греческая тоже нередко связана с совушкой и у афины паллады тоже там было с собой завязка серьезная вплоть до того что она могла оборачивать этой птицей или на плече у нее тоже нередко была совушка вот хотя орел тоже присутствует то есть там тоже интересные такие моменты что у каждой птицы свойства какие-то человек трансформировал в какие-то образы и символы которые были уже основой каких-то мифов и религиозных элементов так готовы дальше вот следующий элемент ребят тут вот у вас есть размер вот этих вот крылышек которые вы создали вот я вам предлагаю легонечко можно пунктирчиком каким-то таким себе наметить вот этот лучик распахнутых крыл крылья распахнулись вот как раз вот вот из центра чтобы у вас вот это было движение как вот сужалось в некий такой треугольник я очень предлагаю тоже сделать небольшой цикл все меньше и меньше по размеру как бы уже в центрах входящих тоже такой же маленькой дугой можно с крылышек начинать тоже делаем некое оперение легкая головушку потихонечку тоже такую смотрящую больше вверх хвост потихоньку как бы наша как бы тот ряд который у нас будет сейчас вертикальный это некое восхождение птиц которые потом перемещаются дальше тоже вспоминайте это вот как раз интересно еще с птицами завязка интересная всем известная чайка по имени джонатан тоже трансформация птицы такой при притчевый сказ рассказ необычный вот во многих культурах по птицам смотрели знак неба тоже очень интересный такой обычай но он как как каракулом восходит когда ждали когда же появится какая-то там птица где-то чтобы вот добро небо дало добро если птица не появилась небо добро не дало вот пока такой восходящий луч взлет скажем так взлет птиц и теперь я вам сейчас предлагаю ребят это все переворачиваем вот так вот и продолжаем наш круг теперь в эту сторону точно также внешней птицы которые летят которых много птицы которые двигаются в пространстве которые нам без спецтехники недоступна пока что многие шаманские культуры мы тоже об этом будем говорить на наших встречах как раз использовали некое скажем так преображение трансформацию дмитрий а там такие же птицы как и сверху были да 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 мы как продолжаем этот круг далее далее вот и весь ваш ум потихоньку заполняйте ребят именно мыслями чувствами о птицах которых вы видели когда-то как где-то слышали вспомните все их и свойства в повадке птиц которых вы ведали наблюдали начиная там от синичек которых кормили в кормушке воронов может быть ворон всевозможных других каких-то чаечек там подкармливали где-нибудь то есть любые птицы все равно в нашей жизни присутствуют и мы с ними взаимодействовали так или иначе вспомните со всякие разные поверья постепенно мы сейчас как бы накапливаем информацию постепенно все больше и больше можно запускать-напускать кормежка птиц зимой говорят очень серьезный плюс и бонусы для человека его жизнь очень такие мощные тоже такая есть так современным языком так сказать в общем птиц полезно кормить очень нужно какая то есть особая связь попугайчиков вспомните наверняка кто-нибудь додержал попугайчиков сколько тоже они дают нам интересных в том числе и повадок каких-то ужимок таких интересных которые нередко даже в человеческую жизнь входит как-то особым моментом птичья наблюдательность тоже вот глаз алмаза острый как там орлиный взгляд и так далее там меткий глаз тоже нередко некая такая ассоциация вот и вот все птицы 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 особенно наблюдаете физические моменты ребят с руками тоже могут сейчас быть интересные моменты вплоть до каких-то этих мышечных моментов движение одно и то же но мы его делаем часто и много как бы вводим его в цикл вот когда сделать это целиком весь ободочек ребят переворачиваем обратно в то положение в которое это было у нас с вами вот вот символически данный элемент он можно так сказать летим можно как вот тоже некая форма скажем так когда одна нога это нога если две ноги то идти помните вот эти пиктограммы старые вот как бы нога но если две ноги иду так так и здесь тоже можно такой же смысл ввести лететь полетели вот что что-то полетела дмитрий а можно покрупнее вот это вот там где полетела я имел ввиду вот этот круг июль вот этот весь круг а все поняла одного и того же символа то если это отдельная птичка который который элемент является этого узора это птица упрощенная птица но если их много вот то что мы сделали что-то огромное количество то это получается уже некое действие действие птицы лететь как бы она самая такое первичная это тоже одно из можно сказать появлений многих языковых форм и эргалифических как раз в том что каким-то знаком обозначалось как существительное так и глагол либо одновременно либо с небольшим видоизменением если существительный один знак если два таких же знака одинаковых это уже глагол то есть уже действие вот и теперь смотрите ребят на сейчас нет вот этого лучиков вниз сейчас я вам предлагаю запустить лучик вот как раз вот уже в продолжение вот этих лучей которые мы уже создали намеки такие небольшие чтобы у вас был сектор вверх и вниз нет некая зона небольшая и теперь тоже вам предлагаю сделать вот эти же птиченьки мы пошли у нас вот в эту сторону если вам удобно можете также перевернуть начинаем с верхней птички в которой мы делали кружочек с горошинку делаем ей дугу размаха крык крыл вот этой дуге можно сразу сообщить некое некоторые структуры пёрышек этот символ самый подробный поэтому можно и второй рядочек такой же сделать пёрышек обращайте внимание ребят что в общем то может быть в начале руки не привычны такие элементы потом становится попроще как будто рука то ли привыкает то ли есть становится немножко нож более знакомая это похоже немножко на элементы чистописания когда сначала какой-то элемент непонятен не ясен потом рука к нему привыкает вот и так дальше остальные птиченьки точно также вот в этом в этой прописи ребят я предлагаю вам еще один элемент обыграть некая забота сейчас вот заботливо так вот каждая пёрышко там но насколько и будет видно при таком размахе на хвосте пёрышки тоже так вот так каждую скобочку так вот аккуратненькие более так внимательно даже если такой упрощенный эскизик тем не менее даже в упрощенной такой схеме мы тоже так держим аккуратненько и подспудно сейчас вновь о птичьих свойствах некие свойства птицы помимо полета ребята вот главная мысль все-таки большинство цивилизаций которые существовали у нас это носитель с верхним миром завязанной всевозможные формы озарения вдохновения какие-то новости именно из верхнего мира какие-то сообщения важных каких-то в том числе даже пророчества нередко были возложены на этих существ именно птицы это все приносили именно птиченьки это все доставляли ну там так небесная почта своеобразная такая в этом сходятся практически все культуры нашей планеты птицу счастья архангельскую тоже вот я почему сейчас взял как раз больше вот форму разворотных крыльев когда вот именно такое парение с распростертыми крылышками как раз форма такой охватывающие крылами все небо вот почему еще два сектора ребят вот здесь я создавал в этой вот нашей упрощенной такой структурки здесь есть как бы такой сразу маленький охват который сейчас мы с вами сделаем день и ночь вот этот охват и есть это у нас с вами день а вот это у нас с вами ночь вот еще раз скажу вот эта точечка ребят у нас восход солнышко закат солнышко вот соответственно после дима уже обратно перевернули да 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 то есть получается день он сверху да ночь да мы сейчас сейчас это обозначим тоже 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 птицей мифических птиц тоже у нас очень много в культуре многие из них отразились и в православном этносе это как раз вот птицы гамаюн птицы сирины алконосты всевозможные жар птица вот тоже такой наш образ необычный птиц которых скажем так может быть не увидеть простым зрением предполагаю я а вот о них много сказывают птицы необычные что это за птица тайна такая хорошая интересная ну про птицу жар наверное читали вот да и сея на алконосты гамаюн птицу тоже наверное слыхали тоже необычные образы да только чем они отличаются друг от друга сирида от гамаюна и от волконосты мне кажется это все таки если брать уже в переносе на православную культуру это все таки больше как иерархия высших сил серафимы херовимы они как раз есть в несколько крыл как раз они очень очень подходят по описанию как раз вот к этим птицам ну одна птица некое счастье приносила другая разные печалисти именно баланс этих печалей и радостей формировал некую зрелость души все время в радости это не серьезно все время в печали тоже не серьезно а вот некая такая вот покачивающаяся как как на море волна вот считалось вот где-то это вот именно то что необходимо чтобы воспитывалась душа чтобы она росла то есть инь-ян может быть так может быть птица-ян птица-янская птица запросто может быть вот вот ребята смотрите сейчас что я предлагаю сделать вот как это у нас было в начале переставляйте точка восхода это восход переводим ее сейчас вверх так вот таким вот образом вот и теперь смотрите вот именно эта точечка будет клювик сейчас у нас с вами это будет именно клюв теперь головушка небольшой тоже так наметим чуть-чуть увеличивающимся таким плавненьким треугольничком и потом тоже переходим в крыла то есть уже такая большая будет дима можно чуть поближе еще ближе до вот клювик головушка увеличиваем утренняя зорница птица утренней зорница это будет нас с вами хвост будет как раз касаться точки я пока крылья вот только так вот сделал и все пока ребят сразу перехожу на хвост тоже делаю намеки на перышки внизу вот это вот будет как раз тоже такой треугольничек за округленными круг краешками это будет будущий хвост птицы если вам так будет проще ребят можно просто сейчас от хвоста до кончика крыла сделать дугу 1 и дугу 2 тоже такой чтобы было попроще потом делать элементы перышек вот и уже здесь выкладываем вереницу подробно сейчас не выписывайте больше ничего ребят сейчас я снова ставлю вот в это положение вот и теперь маленький такой элемент необычный вот так вот и вот так вот я предлагаю сейчас сделать это будет сдвоенная птица начал у нас с вами птица которая как раз уже в пол крыла если так и изобразить вот птица в пол крыла как бы боковой взлет полетела вот птичка вот таким вот образом тоже немножко сейчас наш ум начнем чуть-чуть расширять то есть если смотреть в таком положении это вид сверху одной птицы вот но я предлагаю сейчас уму немножко дать такую нагрузочку небольшую это на самом деле две птицы просто одна летит вот так а другая летит вот так вот и тоже можно сейчас чтобы так это было попроще вот эту тушечку вот так сделать и вот так вот тушечку сделать обозначить тушечку вот его при этом жива ну мы не видим как бы да вот одна птица с другой вот но вот это вот одна птичка 2 птичка тоже чтобы ум ум как бы не очень-то расслаблялся это утренние зорницы одна из них скажем так ночь зорничная проходит наступает утренняя зорница переход как раз от этого момента вот тоже такой вот мы поток времени сюда выкладываем но это утро и именно утро вот это вот клюв но на утрочки находятся вот и вот эта точечка ребят тоже в нее тут практически то же самое точно также вечер клювик сюда можно уже зная как это все у нас будет с вами сразу сделать как бы тушечка одной птички тушечка другой птички нужно подхитрить немножечко вот крылышечки другое хвостик сделать то же самое другую сторону птица которая будет как раз вечерняя зорница есть на каких-то конкретных птиц у вас будут они похожи но тоже очень интересно и здорово ребята тут будет конечно у каждого возможно свои какие-то элементы моменты вот потом описываем также крыла так си папаха схематично но уже как бы вечерняя зорька утренняя зорька это еще один уровень информации которым я вам хотел пересказать еще элемент с которым нередко связывают мир птиц этого символа это время поток времени когда произошло утро она уже в прошлом это уже прошлое вот любой вечер для нас это будущее даже сейчас вот вечер у нас еще идет но в какой-то момент он переходит уже в очередное прошлое которое станет утром через вот эта зорница это тоже некая такой один из более широких символов временных элементов с этим нередко северные народы как раз взаимодействуют ну можно сказать что это попытка войти через такую осмысление такого символа к четвертым измерениям таких графических формах когда время добавляется оба прошлое будущее которое в какой-то момент переворачивается это же становится прошлом и открывается новое будущее в любую секунду в любой момент заканчивается прошлое начинается будущее и это летит это летит время летит как птица летит у нас птица время летит тоже вот такие даже словесные обороты они очень необычные вот и как раз вот в нашей мандолина символов мы будем многие символы так разворачивать с неожиданного ракурса неожиданного элемента который открывает нам немножко глубже очень привычные вещи которые до этого может были даже слишком привычная в какой-то момент они вдруг становятся более расширенная вот но и символов там нас будет гораздо больше здесь мы только птичку пока обыгрываем и ребят сейчас еще предлагаю вам тоже сделать небольшой заказ заключительный пролет птичий птица очень простая сейчас будет мы как раз вот я вас подготовил к этой птички вот через это вот и понимание бокового элемента его теперь смотрите пиктограммка будет выглядеть вот так вот назовем это тушка птички давайте я что закрашу это вот будет будущее тушка птички тушка птички вот и небольшой такой элемент можно его дугой сделать можно его сделать как бы с таким коленцем небольшим некий такой как плавник своеобразной это именно боковой взмах вверх именно вверх птичий клювом становится соответственно вот это место то есть вот именно это место становится клювом может даже головушку такую намекнуть хвостик можно сделать как маленький такой небольшой или боковой ракурс полета птицы даже перьев не надо изображать но тоже некий своеобразный такой вот сейчас цикл вот из этого символа я вам предлагаю кое-где заложить именно как движение в направлении то есть в данном случае эта птичка двигается вот сюда вот соответственно если сделать то же самое в другую сторону это будет другое направление полета именно движение вот я вам предлагаю сейчас поставить в этом таком небольшом элементе нашей печати вот в эти сектора сам под самый верх вот две птички сюда летящие туда летящие сюда не здесь то же самое только перевернув птичка летящая в одну сторону и в другую в направлении вот этих наших точек горизонтальных восход закат давайте покажу как можно даже сделать такой элемент вот между крылышками вот этих птичек ваших угловых и вот этим крылышком нашего нашей зорьки скажем так зорька утренняя сделать небольшой кружок совсем небольшой и вот в этом кружочке в направлении в центре поставить вот это вот как раз птиченьку подъеме и крылышко вывести вверх а потом уже головушку добавить она полетела вот в этом направлении если помнить как раз немножко более мягкий ракурс скажем так это я высоко поднял взмах взлет крылышков но если поднять второе крылышко как раз и получится обычный такой знаменитый ракурс летящие птицы в фазе взмаха вверх вот но здесь мы берем только сбоку вот и вторая птиченька тоже вот сюда вот нас с вами заходит в направлении вот в этом двигается тоже здесь не так важно на кого это будет похоже будет ли это утка какая-то или там какая-то голубе образная конструкция у всех может очень по-разному это произойти неважно ребят вот здесь сам сам элемент движение к или движение в вот здесь движение как раз вот восход солнца здесь движение вечерняя вот и здесь тоже на такие же будут наши вот эти вот это получается ночные это дневные птиченьки время здесь мы тоже еще раз обыгрываем время наверное это одна из самых необычных форм почему я зацепился как раз за время вот в этой трактовке символа ребят то что в этом символе как раз ну для нашей цивилизации живущей в 3 в трехмерном измерении время является ну скажем так непостижимостью мы по нему просто плывем и все какие-то попытки его использовать трансформировать менять изменять творчество конечно немного позволяет это делать вот именно в творческих моментах а не понять я не понимаю куда они летят они навстречу друг другу нет 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 они летят как раз к точкам восхода и к точкам заката вот и вот эти птички а потом перевернуть и точно так же сделать в точно также абсолютно но уже перевернутом виде в ночном небосводе клювик как раз ваш клювик он показывает куда они двигаются а ваш угол крыла он показывает тоже направление куда это двигается это очень сейчас я держу ночное небо вот сейчас вот эта половинка ночная я переворачиваю сейчас на дневную вот она дневная собер ночные вот вот клювик вот клювик такие движения клювики чтоб клювики приблизительно смотрели в направлении вот если их так продлить дальше они вот сюда вот под траектории как бы вот вот идут вот в эту точечку можно прям направить сразу клювика клювику прямо в эту точку так и направить это как силуэтики такие силуэтики сбоку тоже очень красивый орнамент ребят часто изображается простой скобочкой вот такая скобочка с небольшой черточкой у некоторых народов превращается в иероглиф но символ очень такой довольно частый вы его знаете вот таким вот обычно вот вам такой вот символ больше известен чаечка либо так либо вот так вот вот более такой распространенный вариант чаечки на море вот так изображают но но как ни странно ребята он очень много веков используется и тысячелетий в различных узорах орнаментах и полинезийских и австралийских африканских архангельских очень часто вот этот элемент присутствует вот вот бывает еще такая перевернутая буковка т и просто буковка т тоже крылышко вниз крылышко вверх фаза полета своеобразный тоже такой вот элемент все птички 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 а Спасибо. 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 четко дима можно еще раз что-то птицы сделала которая в клювике океана утка утица утица давайте покажу вам эту улицу ребят символ очень такой древний обычно это потом трансформировалась вот в такие инструменты которые вы увидите во многих есть такая вот версия у карел афинов она вот аж вот такая вот у нее хвост интересный такой вот эта ручка это ковшичек черпачок в память об этой утке этот инструмент как в виде салонок разных разных каких-то черпачков ковшиков утка взяла нашу планету в клюв но наш мир средний который теперь стал было поверье что наш мир находился в нижнем секторе мироздания это нижний мир очень плотная материя очень тяжелая обстановка в целом и вот утица из-за своей большой был какой-то любви нашему среднему миру теперь и среднему она взяла нашу вот этот все наше мироздание в клюве и вытащила его на поверхность какого-то океана есть как какой-то океанка это какая-то видимо форма материи неуправляемый может быть это мировой океан пространство вариантов может быть океан никто не мог никто не мог это сделать всего только смогла океан причины следствий может быть это вот она же если брать и индийские напевы была полная безнадёга и полный как это вот и утка сделала подвиг она весь наш мир перетащила в средний и мы теперь живем в среднем мире который называется этой явью мы в яви живем если по славянской мифологии а жили в наве наве это как раз вот нижний под нами мир он более плотный он неплохой просто он плотный более плотный хотя по отношению к среднему миру это треш да вот более верхний мир высший мир это как раз правь там живут как раз вот эти птички прилетают с этих садов райских к нам приносят информацию всяческую это как бы посланники с того верхнего мира отсюда они информацию и письма шлют туда и оттуда из того уже райского мира в наш мир информацию приносит сюда а утка спасла нашу планету перетащив ее мир средний это есть и у карелла финнов это есть и у славян это есть его австралийцев как-то там поинтереснее там только утка водоплавающие там не совсем утка но водоплавающая птица в индии индийская мифология тоже там есть отголосок этого мифа то есть было что-то такое что было все очень плотно и вдруг раз мы появляемся в среднем мире и теперь мы живем в среднем мире может уже пора переселяться верхней рано что и делают очень многие наши сломы дима куда утку поместить у кого есть циркуль ребят у кого есть циркуль я предлагаю вам сделать ободочек небольшой чуть чуть-чуть вот буквально сантиметр чуть больше заключить вообще круги но мы это в мандале будем больше рассматривать как раз мы там будем уже не случайно делать круги нам нужны будут особые пропорции вот и в этих кругах как раз формируется наше внимание в какую-то в какую-то структуру я вам предлагаю поставить 4 утки вот как раз на оси вертикальной горизонтальной вот уточки причем так что они все по солнышку двигаются но по часовой стрелке давайте так и сделаем давайте еще разочек покажу вам пиктограммку утки смайлик вверх в небо смотрит раз более глубокий смайлик поле такой пузатенький смотрит вверх 2 такой полумесяц получился вот как бы смотрящий а кончиками вверх а теперь головушку надо приделать либо в эту сторону либо в эту вот дополняем небольшую головушку можно как шарик такой своеобразный и этому шарику делаем смайлик клюва но как бы смайлик вниз получается что клюв это я очень остренько его сделал но утки клюв он такой чуть-чуть вот он слегка вот есть так увеличить то вот сам принцип вот этого клювика как раз вот такой немножечко про прогнутый чтобы ей легче было просеивать рясочку на водоплавание как раз образуется вот эта вот структурка такая как чашечка и клюв чашечкой и чашечкой вот то есть еще разочек давайте вот смайлик 1 более глубокий смайлик 2 вот и в какую-то сторону головушку и тоже такой небольшой элемент смайлика и все там можно с шеюшкой соединить чтобы удочка как бы так немножко стремилась куда-то и вот поплыла поплала наша улица по солнышку вот я делаю смайлик 1 смайлик 2 хвостик можно заострить а головушку так раз вот сюда вот и вот туда вот она вот пошла задвигалась немножко туда можно между первым кругом между первым кругом 2 на восходе солнца вот на восходе солнца у . пошла 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 и мочи у нас восток слева получается нет здесь к компасной систему я не применяю ребят это уже в мандале только мы делаем компасную там уже мы акцентируем при появлении души в этом мире и ее путешествие там уже вот этот момент будет главным а здесь мы берем только вот этот символ полета и время течение времени вот здесь как бы больше вот этот акцент у нас вот поэтому я и говорю здесь восход у нас с вами вот здесь закат у нас вот здесь а вот сейчас это вот это вот это вот эту уточку я делаю это зенит 12 часов ну фактически по если по времени это и время тоже я делаю уточку уточки могут тоже вас быть сейчас разные у кого-то мандаринки у кого-то кряква у кого-то там лысуха может появится тоже все это утиное царство и у разных народов именно дима носик дима носики все время смотрят вправо да 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 по движению по всему кругу можно его так и поворачивать чтобы было удобнее если руки непривычно вот то что мы сейчас сделали ребята это конечно такой эскиз который можно трансформировать в очень удивительный красивый орнаментный узор тогда это уже будет больше чем даже такой элемент картины особенно если то о чем мы здесь немножко сейчас говорили периодически будет держать в голове и в сердце параллельно тогда происходит элемент усиления тогда происходит очень красивый момент сосредоточения сразу и каких-то чувственных моментов и мыслительных какую-то информацию можно еще пособирать если будет ли это любопытно ребята эта информация слава богу сейчас очень много она только усиливает наш ум как раз ну а свои моменты я тоже старался чтобы на них какие-то акцентики делали именно ваш контакт где-то может быть просто действительно уток кормили вроде бы казалось такая мелочь но заметьте эту мелочь делаю так часто и не раз и не два и не три и почему-то это как-то завораживает взять тот же батон какой-то и покрошить его птицам это очень древняя культура такого общения с птицами очень древняя понятно что батон может быть не совсем полезно это само собой лучше чем другое хотя бы там кому-то может каши сварить какой-нибудь кому-то запарить ее просто теплой водой это уже нюансы ребят но в принципе само кормление птиц на которые падки до сих пор многие люди наверняка и вы надеюсь что и вы тоже это очень древние отголоски взаимодействия с этой культурой птиц именно которые символически но прослеживается именно такой взаимосвязью и ниточкой такого коннекта с очень древних древних времен вот но таких ниточек очень много очень много они действительно почему я взялся за птицу это международный символ ребят международных символов тоже немало которые действительно во всех культурах являются но некой красной линией может быть даже где-то это был отголосок единого языка всех цивилизаций которые сейчас существуют запросто тем не менее вот какие-то основные базовые связанные с нашим движением с нашим развитием мы как раз это будем делать в нашей мандале символов которая будет уже и связана с душевным развитием духовным развитием само собой то какие-то отголоски будут иметь на физическое на физический наш план как рост иммунитета в том числе как минимум то что я закладываю потому что на любое наше позитивное состояние любое наше какое-то спокойное пребывание ума она формирует наш не только иммунитет а многие наши структуры уже физиологические гормональные так далее поэтому где-то здесь одна из таких как задач уже больше это как раз некая поправка и формирование некоторых физических свойств и целебных и восстановительных если это необходимость в этом есть вот оставлю цветочки птичка поближе нас в полях такое цветет растет очень нежно смотрится они на таких тонких ножек которых не видно и высокие почти два метра они два метра это преувеличил около метра 80 сантиметров в метр и такое чувство что они порядка над полем очень необычное такое явление дикоросы наши это тоже дикоросы но это очень много сейчас типа пижма но их очень таки красиво мухообразно они такие вот они сейчас прям устилают любое пространство которое низенькая не заполнено если дима когда начнем по символам уже детализировать ты спрашиваешь про мантула юль или или то вот про эту имеешь ввиду работу не менее я так понимаю что это как бы такая подготовительная часть а когда начнем уже дальше 20 сейчас я быстренько гляну тебя с цифрами я дружу там будет а там нас будет большая уже работа 20 по-моему сейчас скажу точно 20 начинаем и там будет цикл через два дня то есть мы делаем 20 22 24 мы четные числа берем 26 28 30 и первого 77 дюн вот тоже все будет запись если что ребят поэтому если у кого-то график или что-то еще тоже не переживайте все в 19 30 московского ну да там у нас будут практики ребят с некоторой настройкой на символа потому что здесь мы с вами больше как вот интеллектуально и немножко эмоционально чуть-чуть слегка но в больше интеллектуально вот к этому символ сейчас подходили вот и какие-то смыслы немножечко за пределом нашего ума тоже время я считаю время нашему уму пока не подвластно там и будем как бы этот символ ну образно говоря примерять на себя вот символы простые с одной стороны с другой стороны они являются действительно очень глубинными вот и картина будет уже связана с большим форматом немножечко но как минимум там 40 сантиметров надо чтобы была сторона наименьше можно больше и лучше даже что было больше вот и уже будем формировать именно пространство этих символов глядя на которые по крайней мере уже какая-то будет небольшая остановка некий такой элемент стоп-сигнала такого для нашего какого-то более суетного состояния если мы в каком-то на пребываем раздрая чтобы мы немножко были так раз и успокоена чуть-чуть вот это вот так вот если вкратце вот ребят и сейчас это просто потрясающе сейчас мне знаете ребят больше сейчас не интересно ну понятно что мы с вами только начали к этому подходить и любопытно уже узнать как вот по ощущениям все таки вот я вас просил вначале зафиксировать какое было чувство ощущения в начале и как сейчас вот тоже момент вот хоть хоть мы и не очень глубоко входили в символ но тем не менее мы с ним поработали вот и я вас попрошу дать обратную связь если готовы ну и как говорится кто готов я готова когда мы начинали это делать у меня было четкое ощущение что это очень важно я знала что я должна здесь быть вот и когда вы говорили я поняли чувствую как я по вам соскучилась как ты не хватало вашего вот эта легкость вот этого азарства вот этой игры вот этого вообще всего а сейчас идут процессы в теле что-то происходит и я пока как бы ну она должна интегрироваться да и что-то очень важно настолько важное что просто не передать словами спасибо вам огромное спасибо спасибо ну я еще хочу добавить тоже у меня физики всегда отражается тепло и такое чувство полета и вот как будто уход немножко нате на какой-то другой план вот такой вот а у меня была песня песня есть у пугачевой расскажите птицы что вас манит ввысь и прям пела и сидела и пела с самого начала сейчас вот наоборот такое умиротворение в душе вы как будто я куда-то поднялась полетала 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 в таком состоянии вернулась благодарю а я вспомнила что я по ночам у меня часто бывает когда я сплю я летаю и вот это ощущение от расходящихся стороны птиц она как-то напомнила мне вот это ощущение полета очень такое но значимое для меня так что большое спасибо спасибо а я очень рада видеть слышать это просто невозможно было почему меня не пускала никак к тебе дим и к галочке я очень рада видеть просто не сказано у меня сегодня такая трудная ночь была практически я думаю доживу вот я до половины восьмого или нет чтобы уже завалиться спать сейчас я не спать не хочу я все я бодра у меня энергии столько это просто невозможно и я очень рада очень рада что вот прорвалось как-то потому что я никак я уже запишусь я никак не могу попасть и что-то обязательно путает мешает поэтому сегодня это какой-то прорыв еще вот с этими птицами это просто очень чувство и ощущение просто замечательное огромная радость видеть тебя опять не я надеюсь встречаться хорошо хорошо я здесь комнате йоги своей села тут палочки зажгла очень сижу на самом деле любая мандала особенно когда создана в потоке в творческом с мастером и она уже меняет пространство ребят я сколько до дмитрия когда он делает какую картину например мандалу делает честно говоря в это время не можешь спать вот несколько суток пока творится картина я меня вообще дает очень абсолютно и вот такой момент происходит поэтому когда вы создадите эту картину почувствуйте как энерго преобразится дом вот 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 для этого почему мы сейчас и включая часто мандалы вот тот дедушка очень четко сказал что в зло в дом не пробралась вот эти орнаменты эти узоры они что-то редкие их не просто так делали на наличниках на разных моментах там в посуде и прочее ладно в посуде мы можем на наличниках мы не все можем это вот у нас там дом строим мы будем чем-то прибабасить люди многие живут в домах но дома мы можем узоры внести не только живопись сама конечно всегда хорошо но вот эти орнаменты это как письмена наверное наших предков и здесь мы глобально объединили символы в этом курсе символы народов мира чтобы послание потому что не только одного этноса сейчас важно а вот земли больше за пределы выйти немножко формировать поднять себя для этого этот курс мы вкладываем этот смысл в это и хотелось бы класс потому что действительно нам хорошо когда есть мастер который умеет энерго передавать вот что-то преобразовывать это не все ой спасибо что ты вот это все говоришь я теперь все очень хорошо понимаю мои пазлы складываются я сейчас проекте йоги нахожусь в общем много текстов пишу всяких вот сегодня тоже прямо допоздна и вот мне очень знакомы вот эти янтры да вот индийские и как я мечтала вот в это войти вот как-то боже думаю где мне найти человека который ну вот вот так вот вот сейчас вот это мы делали это просто какой-то но это очень прикольно как разбираешь я прихожу в москве есть одно место я прихожу туда просто стою я чувствую как это вибрирует они действительно ну как живые вот эти янты но не все же понимаешь но можно покопаться в интернете там все остальное но вот когда передает мастер совершенно другое но я еще скажу тоже так предысторию как вообще мы появились мандалы дмитрий сделал это много много лет назад ребят лет 20 с каким-то бородой назад стал делать картины какие-то узоры я не понимал что такое мандалы вообще честно я не знала даже это слово не знала а потом и но я чувствую что я на самом деле не могу уснуть он делает и днем там вечером абсолютной сна нет вот ты несколько дней пока он делал эту мандалу пяти год потом оказалось и в общем мы повесили была выставка в театре кукол и знаете через несколько там месяц даже меньше позвонил директор театра замдиректора по культуре она и говорил каля вот знаете вот там у вас где висела мандала собираются тибетские монахи приехать вот таким образом я почему еще пропустила между этим я говорю слушай ты точно какие-то делаешь вот сейчас ритуальную вещь имеешь ли ты право если это буддистская вещь это делать я художники я вообще не но как бы что хочу то и делаю если это мне нужно будет вот родилась под руками значит нужно если нужно будет какое-то посвящение то значит мир даст что мне это посвящение заставит сделать и и и таким образом через какое-то время появились монахи в этом же театре и после этого мы лет всем с ними работали и очень глубоко входили в эти мандалы уже но я многим рассказывал что даже тетради которые европейцам нельзя смотреть и я не смотрел мне нельзя потому что они ему оставили с чертежами этих мандал разных сакральные моменты передачи еще более глубины знаний какой-то обманах мы когда шли как-то он так сколь сказал что вот так вы сами позвали типа нас приехали в общем вот как то вот так что это не совсем так так помнишь и галочка в каком каком году я уже не помню вот когда был фестиваль россия индия тибет вот что вы сделали доме художника помните там же мандалы складывали вот монахи да 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 я была там ну ребят есть не готовы это тоже так смотрите дело такое интимное спасибо большое было очень интересно у меня правда часто пропадал этот самый вот изображение на полный экран и я часть время начали просто потратила на то чтобы то есть вас хорошо видно был только на маленьком но только висела что вот низкая пропускная способность и я думаю что же такое и я но все равно я как бы собралась потом как будто сам думаю пусть и на маленьком как конвертик небольшой такой вот но я все равно попыталась и все это будет успевал и так мне общем-то была очень горда что я все-таки отодвинует а и сейчас тоже вот вы да вот на маленьком таком экранчике то потом вдруг раз появляетесь на большом обрадовалась что это не вина моего компьютера что это как говорится просто в очень далеко вот и в то же время все рядышком и все равно успела и как-то так хорошее настроение спасибо большое это записи если что можно пересмотреть будет я думаю там запишется нормально ну да в записи должна быть нормально вот ребят что понадобится много кто на мандалу пойдет там уже нужно обязательно будет циркуль нам обязательно линейка не меньше 40 сантиметров но лучше полуметровая вот и конечно же может быть даже несколько карандашей простых чтобы они у вас были под рукой вот но хотя бы штучки 3 не один потому что могут быстро стачиваться чтобы не тратить время на подтачивание вот лучше их красочки тоже будут нужны но не но не сразу не в первый день первый день мы будем в основном с карандашами сидеть вот постепенно размера вот мы писали там 40 сантиметров это минимальная сторона если у вас будет прямоугольник а так вот лучше конечно квадрат по идее можно 50 на 50 можно 60 на 60 на не имеет значения по идее чем больше тем лучше вот если есть возможность такая но минимально хотя бы какой-нибудь прямоугольник чтобы меньшая сторона была 40 вот тогда будет и воздействие по интереснее глубже гораздо и вам проще будет ее создавать и в сумме она будет потом смотреться очень красиво просто красиво в маленькой там ноги из детали не сделать просто технически вот так вот такой не хитрый набор вот и уже там начнем еще у нас скоро будет денежный курс капуст на самом деле прикольный веселый с одной стороны другой стороны наше мнение что сейчас денежные потоки надо поддерживать очень серьезно время время и такое что ослабевают очень подавливают эти моменты но это можно трансформировать светимов это звук у кого-то нужно выключить микрофон потом будет еще поля мы рисовать будем цветы полей вот я свои ощущения сегодня очень интересно был такой эксперимент у меня я потерял телефон и вот ну 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 где-то там во дворе не помню их кругами еще в дом во двор там курицам туда-сюда и вот это нудное действие которое я не хочу делать у меня даже тело разболелось настолько не это самое и и нас потом дмитрий мне нашел телефон все нормально но я где-то часа полтора вот так вот нуднячила и вышла в поле потом собирать цветы для нас и настолько я давно очень долго времени больше чем я искала телефон пробродила и и насколько разница вот сколько поле дает никакой усталости это еще к тому что надо заниматься тем что нравится побольше чтобы да тело реагирует на это но сразу же как восстанавливается реагирует на то что не нравится однозначно сейчас много чего да 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 спасибо да слова вообще очень мудро спасибо за мудрость нет нет ты всегда отлично говоришь ты говоришь сердцем поэтому все слышно спасибо иришка цветы как всегда у нас краснодарский это да это с геленджика мы были такие же как у вас и вот смотри что какие ребята не пахнут не передать на все пахнут и полевые эти пахнут такие видно галин спасибо тебе за слова которые ты говоришь я просто все звук выключаю у меня малышка капризничает ой 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 я вас не спасибо вам огромное спасибо вам вас выздоравливайте давайте в общем мы уже выздоровели практически уже мы финал уже вышли по выздоровлению закрепляйте болеть надо с удовольствием это хорошо главное ненадолго пока что то сомнительное удовольствие честно говоря мне не понравилось я решила не продлевать тогда завязывать комната йоги вот это вот мечта комната для йоги о это святое место это мое самое лучшее место маленькое но оно такое мое это просто класс как маленько на даче нельзя сделать комнату у тебя там вполне на даче делай давай был зал йоги а у меня вот между шкафом и кроватью и если надо раскинуть руки то я уже этого сделать не могу как я полечу как птица спасибо вам большое мне стало легче я не очень хорошо себя чувствовала но как-то стало спокойнее а была безнадега спасибо если какие-то вопросы ребята есть давайте если что вдруг я бы с удовольствием а какие краски понадобятся акриловые акриловые конечно надо самое из запаха рисовать не проблема да ладно масло че выпендриваться когда есть ребят может правда вопросы какие-то за ответе я все у меня так это пока я рисовала там творила с вами почему курица не птиц я общаюсь брудер это маленькая клетка как маленькая маленький курятничек для цыпляточек ребята сейчас скину в чатик интернет страничку на которой у нас анонсы все есть этих курсов на всякий случай если кто-то не видел но большинство наверно видели уже мало ли пригодится там как раз вот это вот именно страничка где еще раз на всякий случай все материалы все инструменты которые там будут нужны чтобы не забыл да вот это важно времени еще много до этого момента но тихонечко приходите на капусту чуть-чуть коротать время это лена перекликается с вашим урожаем тоже только по-другому символизма добавим немножко в эту капусту не сама не самое главное чтобы не совпало с уроком йоги здесь получается тоже онлайн уроки но это не мои я виду а я наоборот как куратор я должна на них присутствовать и поэтому я вот обязательно прочитаю чтобы не успевает может быть там или не может можно приходить на чуть-чуть посидел а потом своем режиме работы таким образом повидались да 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 вот лично поле побыли можно и не приходить и из конференции либо тоже можно по-английски уходить если что так тихонько нормально мы понимаем прекрасно что у всех свои процессы есть дополнительно конечно да 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 поэтому если так вот даже заглянули а потом незримо исчезли это понятно дело обычное ну что больше нет или есть какие-то вопросы еще будем завершаться очень приятно было повстречаться спасибо вам ребят тоже давайте до встречи всего доброго всем там хвост бодрее пока 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 спасибо а